Вы начинаете ли? День добрый, друзья, читатели и зрители Спорт.ЮА. Меня зовут Татьяна Ящука, а у нас сегодня в гостях один из самых известных блогеров Спорт.ЮА. Александр Викторович Кириж. Здравствуйте, Александр Викторович. Здравствуйте. Ну, собственно, мы начинаем с того, что наш гость говорит приветственное слово. Я подозреваю, что вам есть что сказать, поэтому, пожалуйста, все, что сейчас накопилось, и хочется сказать нашим болельщикам, всем тем, кто задавал вопросы. Грустное время, время военное и время какого-то относительного разочарования в футболе. Причем на всех уровнях. Харьковском, Европейском, Мировом. Ну, на Харьковском уровне, понятно, закончилась эра МБМ, но главное даже нет, а мне не нравится, что команда в руках олигарха, который за рубежом, который разыскивается Украиной, и команда ест, грубо говоря, из рук врага Украины. Конечно, мне очень сложно все это переживать. С одной стороны, сердце по-прежнему болеет за металлист, с другой стороны, ну, как сказать, это как ссора с мамой. То есть маму любишь, и мама любит своего ребенка, а вот понимаешь, что нельзя, умом понимаешь, что нельзя, что команду финансирует беженец из Украины, которому место в тюрьме, а не в спонсорах металлиста. Это, конечно, большая трагедия всех любителей команды. Хотя и говорят, что команда отдельно, а хозяин отдельно. Ну, куда же деваться, Кученковская команда, это не очень хорошо. В отношении Европы тоже не все мне нравится, то, что происходит. Не скажу, что металлисту жизнь был белый и пушистый, но как раз тот матч, который ему инкриминировали, и отстоять, который не удалось даже в Лозане, как раз тот матч, как назло, насколько я уверен, был абсолютно чистый, в отличие от многих других. То есть поймали не там, где можно было ловить металлист или другие команды, а поймали как раз там, где ловить было нечего, потому что как раз тот матч 4-0, как назло, был чистый. И, естественно, эта вся история не прибавила моей любви к европейскому футболу. Тем более, что Европа себя и не очень хорошо ведет по отношению к украинским болельщикам, запрещает в качестве националистических те плакаты, которые, с моей точки зрения, националистическими не являются. Вот, посмотрю шпаргалку, вообще шпаргалками не пользуюсь, но футбол дело ответственное, поэтому здесь без шпаргалки нельзя. Среди моих претензий также то, что фактически команды утрачивают даже сборные, национальную специфику, национальную самоидентификацию. Натурализация дошла до того, что уже, в общем-то, когда играют команды Англии и Франции, моя супруга, которая в футболе не очень разбирается, спросила меня, что ты смотришь чемпионат Африки, понимаете, мне не было что ответить. Не очень нравится, что все решают деньги. Вот среди четверть финалистов Лиги чемпионов, начиная с 2000 года, все время только одна команда не из топ-стран. Один раз было исключение, но только один раз. Такое впечатление, что всей остальной Европы дают одно место, нативам, как говорится, чтобы молчали, а, в общем-то, это открытый чемпионат, по сути, Испании, Италии, Англии, Германии, то есть тех, у кого есть деньги, а нам за ними угоняться очень сложно. И сложно, допустим, строить мировую команду, с учетом того, что остальные крупные команды в Украине финансируются олигархами. То есть, чтобы была народная команда, нам нужно искать народного олигарха. А это очень сложно, если речь вести о тех, кто действительно является олигархом на Украине, честно заработавшим свой олигархический капитал. Честно говоря, таких даже не знаю. По крайней мере, сражаться с деньгами Ахметова или Коломойского будет в любом случае сложно. В Средней Европе этой проблемы нет, там клубы беднее, хотя страны богаче. Ну и в отношении мира, мирового футбола, конечно, претензии связаны с чемпионатом в Катаре. Грязная эта вещь была, и не только тем, что она сама по себе была грязна, но и как можно было назначить чемпионат в такой стране, где его нельзя проводить. То, что они стремятся проводить чемпионат в стране изгоя России, от которой отказывается весь цивилизованный мир, а они все-таки футбольный чемпионат хотят в этом государстве проводить, что является безобразием своим собой, само собой. Ну и, конечно, очень плохо, что футбол превращается в животноводство, когда цель клуба купить молоднячок подешевле, потом продать подороже. Понимаете, это уже не спорт в чистом виде, это, скажем, не советский футбол, когда вот металист в 88-м году завал Кубок СССР, и команда за все это получила велосипеды. Понимаете, ну сейчас за велосипеды никто и не играет, такое смутное время, так что буду лучше отвечать на ваши вопросы, чем расстраиваться дальше. Вы задели сразу столько тем... Наболело. Наболело, да. Но тем не менее начали с металлисты, естественно, вашей любимой команды. Так, собственно, что же делать? Потому что все говорят о том, что, да, действительно металлист упал уровнем, и это во многом действительно заслуга того, что сейчас финансирование намного ниже, и действительно уровень футболистов. Так что же делать? В чем вы видите решение вопроса, как металлист может вернуть свои позиции? Искать нового хозяина. Все называют Ярославскую, но не столько сам Ярославский не хочет, сколько, как говорят, его окружение. Ну, на Ярославском, в конце концов, свет клином не сошелся. Может быть, согласится Данилов, он, по крайней мере, сейчас возгуляет одну из политических сил в Харьковской области. Может быть, ему для дальнейшего продвижения этой политической силы будет полезно как бы быть хозяином клуба. Ну, Харьков город, видимо, богатый на потенциальных спонсоров. Надо кого-то в очередной раз заразить футболом. Надеяться на народную команду, которую будет финансировать народ. Вот, особых финансовых оснований нет. Это все-таки не Германия, уровень совсем низкий доходов у людей, а уровень у футболистов, уровень претензий стандартно высокий. И с учетом всех обстоятельств не выходит у меня по расчетам, что получится народу финансировать эту команду таким образом, чтобы тягаться с деньгами реальных олигархов. Поэтому просто искать кого-то из богатых людей, чтобы взял на себя эту команду, но не из тех, у кого команда уже есть. Будет очень плохо, если металлист войдет в чей-то пул, вот, и если это будет одна из команд, одного хозяина. То есть нужно искать персонального хозяина, но искать нужно. Другой дороги нет, а быть в руках у беженца, которого разведет Интерпол, это последнее дело. А каким образом заинтересовать вот того самого денежного олигарха в такое сложное время, когда мы понимаем, что даже у самого богатого человека Украины, на господина Ахметова финансовые проблемы, как можно заинтересовать вот человека просто футболом? Тем не менее, что доходы это ему точно не принесет. Не-не, доходов не принесет. Конечно, все уже понимают, что во всем мире прибыльные клубы можно перечитать на пальцах, скорее всего, одной руки. То есть здесь надежда может быть не дохода, а на некие политические дивиденды, дивиденды с одной стороны. А с другой стороны, что вот олигарх подсядет на футбол. Не с каждым это получается. Вот, скажем, Фейдман как не любил, особенно футбол, так его и не полюбил, когда владел металлистом. То есть Фейдману не удалось подсадить на футбол. Для него это было скорее повинностью некое содержание клуба. С Ярославским совсем другая история. Он сначала в футбол относился равнодушно, но потом общими усилиями, как бы и Маркевича, и болельщику, удалось подсадить Ярославского на футбол. Тот заинтересовался всерьез и уже как бы стал им интересоваться капитально и вкладывать гораздо большее деньги, чем те, о которых шла речь изначально. То есть здесь один способ. Это подсадить на футбол какого-то олигарха. Другой интерес использовать его некий политический интерес в продвижении той или иной политической силы или своей торговой марки. Ну, чтобы там была им какая-то корысть от известности. Может быть кто-то за Славу, может быть кто-то во имя футбола. Ну, последние случаи маловероятны. Еще раз говорю, без олигархов не обойтись до тех пор, пока в Украине есть Пулы, Ахметова, Коломойского. Вот без денег с ними соперничать нельзя. Или должно быть иное футбольное законодательство, которое предполагает верхнее ограничение на содержание клубов. Вот тогда это будет нечто среднеевропейское. И тогда можно будет говорить серьезно о народном финансировании. Пока нельзя. А народное финансирование, это может быть на уровне команд второй лиги, первой уже вряд ли. Хорошо, а почему тогда не Ярославский? Потому что это человек уже, который знает клуб, который знает субболистов, который в принципе понимает, как это все работает. Почему не он? Почему он не может работать? Я бы с удовольствием. Если бы вернулся Ярославский, было бы великолепно. Хотя всякое про него говорят. Но с моей точки зрения, это был бы оптимальный вариант. Нужно только, во-первых, разыскать. Во-вторых, уговорить. В-третьих, умолить. В-четвертых, уболтать. В-пятых, преодолеть сопротивление. И его лично, и его свиты в шестых, чтобы не передумал на следующий день. И тогда все будет в порядке. Хорошо, были такие сутки, когда был самый успешный период металлиста. Говорили все-таки о том, что футболисты в большинстве своем просто работают за то, что они получают просто какие-то фантастические призовые за каждый матч и за каждую победу. Сейчас, естественно, такого нет. Все, команда не будет играть. Просто именно того, что она была подсажена на такие вот призовые. И сейчас они, в принципе, играют ни за что. За свою зарплату, хотя она тоже не маленькая. Но это не те идеи. Не маленькая. Но, с другой стороны, сведения о каких-то фантастических призовых у меня нет. Понятное дело, деньги были. И деньги были серьезные. Может быть, даже и нереально серьезные. И понятно, что их сегодня нет. И в ближайшее время не ожидается. Тут никуда не деться. И думаю, что в чемпионате Украины, ну, благодаря тому, что еще остался Хавьер, и еще остались тени многих других футболистов, то, по крайней мере, можно считать реальным успешную борьбу, успешную борьбу за, скажем, место, дающее право в Лиге Европы. Не за медали, а за место, дающее право играть в Лиге Европы. Вот это потолок. Хотя, не удивлюсь, если по мере дальнейшего спада команда окажется и в середине, или даже в нижней части турнирной таблицы. Тень, бледная тень былого металлиста, хотя кое-кто еще есть, но, опять же, косит глазами, смотря в разные стороны. То есть, нужно срочно искать олигарха, никуда не деться. Вы говорите о, собственно, тени футболистов. А кого вот это называть сейчас тенями футболистов? И в чем причина того, что они действительно сдали? Это не работает с ними тренерский штаб? Хотя все говорили, что Игорь Рахаев же работает по конспектам Мирона Богдановича, и работает точно так же, как он. И как бы большого... Не хочу назвать фамилии, чтобы никого не обидеть, потому что от того, что я назову фамилии, они лучше не заиграют. В отношении конспектов у меня вообще большие сомнения, что конспекты могут что-то решить. Но вот много ли решали конспекты Лобановского в руках тех, кто не был Лобановским? То есть, так же, чтобы пользоваться конспектами Маркевича, нужно быть самым Маркевичем. У каждого тренера свое индивидуальное видение футбола, и все-таки каждый тренер под себя выстраивает команду, а не под конспекты. Потому что тогда конспекты противоречат внутренней сущности, как бы своему видению футбола. Вот, то они будут мешать и как бы по другим конспектам работать. Это надо иметь и другое чувство футбола и прочее-прочее. Поэтому здесь по чужим конспектам никак не получится. Тут нужно все-таки каждому тренеру быть самостоятельной личностью, а не пытаться у кого-то слезнуть. Вы же видите, мировые фигуры в тренерском деле, никто не пользуется конспектами друг друга. Хотя кое-что друг друга перенимают, но речь идет о таких глобальных тенденциях, которые просто идут в мировом футболе, а не о том, чтобы слева пользоваться конспектами. Это не разговор. Ну, а без денег не получится использовать грандов. То есть, или деньги будут, и тогда можно покупать новых грандов, да и действующие загравят иначе, или если денег не будет, то нужно иметь в виду, что это может быть команда, ну, которая, собственно, была, ну, скажем, при Фейльмане. Ну, вот такое, вроде как высшей лиги. Иногда, когда Фоменко, нынешний тренер сборной, был у руля, то она раз в два года в среднем выходила на пятое место. Но дело в том, что в те годы был очень уж большой разрыв между первой парой, Динамо и Шахтер, с одной стороны, и всеми остальными, с другой стороны. До того, как Металли заиграл всерьез и завывал бронзу, была в предшествующем этому чемпионате такая жутко уродливая таблица. Динамо и Шахтер 75, третий Черноморец 45, разрыв 30 очков. В то же время у вылетевшей команды было 33. То есть разрыв между бронзой и вылетом был 12, а между бронзой и серебром 30. В два с половиной раза больше. Серебро было дальше от бронзы, чем зона вылета. То есть были два лидера, и был остальной пелетон. Сейчас лидеров не два. Металлист нет, Черноморец нет, но, по крайней мере, есть Шахтер, Черноморец, Динамо, Днепр. Ой, что я говорю, Шахтер, Черноморец. Шахтер, Динамо, Днепр. Заговорился. Черноморец, то по старой памяти. То есть три. Понимаете, три. Ну и, да, борьба за золото будет увлекательной. Дальше уже начинается борьба за четвертое место. Хорошо. Вы говорите деньги, деньги, деньги. Но мы же сейчас отмечаем такую хорошую тенденцию, когда играет молодежь украинская в клубах, в том числе, вот, допустим, Сережа Болбат и другие ребята в «Металлисте». Неужто на молодых невозможно построить команду? Возможно. Возможно. И слава богу, что сейчас обстоятельства вынуждают строить команду на молодых, в том числе на молодых из других клубов, и на молодых украинских, что самое важное. То есть никогда «Металлист» не был столь украинской командой. Кстати, не только «Металлист». Мы это видим и в «Динамо». Как бы намечается реальная украинизация клубов. То есть и когда играют «Металлисты», и когда играют «Динамо», уже приятно читать составы. Понимаете? Но при этом еще бы и уровень. Возможно, что через пару лет уровень украинской молодежи будет достаточно серьезным, чтобы бороться «Металлисты» и за призовые места. Пока что молодежь «Динамо» намного лучше, чем молодежь «Металлисты», я имею в виду украинскую молодежь. Но потому что иной уровень финансирования. Опять же финансирование. То есть молодые есть и у нас, но не те молодые, что… Так хорошо, а кто из молодых «Металлистов» вам нравится? Из тех, кто пришел и из собственных воспитанников? Категорически не хочу называть фамилии, чтобы кого-то выделять. Здесь важны тенденции. Понимаете? Общая тенденция роста удельного веса молодежи в команде – это бессловный плюс. Соответственно, меньше зависимости от денег. Рост удельного веса украинских футболистов – плюс еще больший. Очень хорошо. Но вот этот переходный этап будет сложным. Важно, чтобы он не был слишком длительный. Не говорю, что должен быть олигарх первого уровня. Не обязательно Ахметка, тем более, что он имеет определенные грехи перед Родиной. Сегодня в розыске только Кученко, а там дальше могут и другие, не дай бог, оказаться в розыске. В этом смысле Коломойский более надежная фигура, тем более губернатор и прочее-прочее. Но желательно бизнесмена, который будет любить футбол. Будет любить футбол. Пока я назвал две фамилии – Ярославский и Данилов. Третьей пока нет. Вероятность того, что сейчас очень много пишут о том, что, возможно, будут менять тренера Рахаева, это может встряхнуть команду? Или сейчас не стоят прям такие глобальные перемены в клубе, когда и так не все хорошо? Не стреляйте в пианисты, он играет, как умеет. Понимаете? При тех деньгах, которые получают и тренер, и футболисты, при том неустойчивом, ну, относительно неустойчивом финансовом положении, винить тренера – последнее дело. То есть, ну, может встряхнуть, а может и не встряхнуть, смотря на кого. Если есть деньги на серьезного специалиста, как бы это одно. А если та болгарская фамилия, которая называлась, то мне она не внушает ничего, вот, ну, совершенно ничего не говорит. То есть, непонятно. Шила на мыло. Понимаете, я вам скажу еще худшую вещь. При том состояние металлиста, который есть сейчас, при том уровне украинского футбола, который мы вот видели в последних даже выигранных матчах, чемпионат Европы, при той войне, которая идет в стране, все-таки идет, надеюсь, что вот-вот закончится, но еще идет. Вот мы же помним, как Лучевского боялся этой войны, и как долго его уговаривали. Так вот, при всем при этом, когда хозяин клуба в розыске, нормальный, хороший тренер, ну, не пойдет в команду, ну, если он не идет. Понимаете? Конечно. Ну, не пойдет. Ну, я себе не представляю, чтобы нормально. Ну, разве что там, ну, какая-то невероятная личная любовь к Харькову. Ну, может быть, там у кого-то прабабушка, там, у кого-нибудь Абрамовича, там, в Харькове родилась, понимаете? И вот вдруг заиграла кровь гены. А так, в этой ситуации, вбухать деньги в команду, ну, на востоке Украины, шеф которой в розыске, ну, не знаю, кто пойдет, не знаю, не знаю. И нужен ли он нам? Милан Абрадович бил себя в грудь и говорил, что если бы его пригласили, он бы, конечно, пошел тут сейчас на курсы. Кем? Игроком или тренером? Нет, тренером, тренером. Он же сейчас тренерские курсы заканчивает здесь, в Киеве. Ну, или помощником тренером, да. Ну, что значит курсы, понимаете? Ну, это такие курсы писателей, там, ну, понимаете, курс молодого бойца, это и то, курс в большей степени курс. Есть вещи, которым нельзя научить. Ну, вот меня там сколько не посылай на курсы футболистов или прыгунов в высоту, или в шестом, или даже без шеста, ничего не получится. Или там другого сколько не посылай на курсы журналистов, ну, не станет он журналистом, если не может изъясняться. Понимаете? То есть, этому не учат, это должно быть от Бога. Если оно от Бога у Обрадовича, покажет время. Я не знаю, я не знаю, кот в мешке. Стоит ли металлисту сейчас выбрать какой-то вот один путь? Вы говорите, возможно, они могут зацепиться за Еврокубки. Может, им сейчас стоит, ну, это плохое слово, сливать Лигу Европы, но тем не менее... Сливать нельзя, надо тренироваться. И все-таки Евроматчи дают возможность ощутить себя все-таки в футболе иного уровня. Вот все-таки в международном. Пусть там даже команды примерно такие же, как и сам металлист. Но сам факт Евроигры, а там иногда еще и попадаются более-менее серьезные соперники. Это полезно, это повышает как бы самоуважение команды, которая чего-то добивается в европейских матчах. То есть, это все-таки важно. Это все-таки важно и хотелось бы, чтобы металлист принимал участие в таких матчах. С другой стороны, бывали случаи со многими командами, когда вот команда выходила в Европу, потом выкладывала последние силы на эту Европу, а потом очень-очень-очень плохо себя чувствовала в национальном чемпионате. Из-за чего, с моей точки зрения, в ряде чемпионатов определенные клубы из середки даже сливали евроместа. Вот. Не потому, чтобы не опозориться, а потому что как бы, ну, нет тех денег, которые им нужны, чтобы их грамотно освоить, вот, а съесть все за 2-3 евроматча, а потом все. А потом нет команды. Понимаете, поэтому здесь палка о двух концах. Если все-таки финансирование будет более-менее стабильно, то это полезно. А как пустить пыль в глаза и разориться, увидеть Париж и умереть? Не, не хочу я умирать, даже увидев Париж, еще пожить надо металлисту. Но мы вот говорим, если бы ДКБ, если будет финансирование, но металлисты же сейчас играют, и мы все видим, насколько они отдаются в матчах Европу. Ордена каждому. Кто сейчас остался в команде при всем при этом и играет ордена каждому. Тут уже не до разговоров, плохо сыграл. Играешь, большое спасибо. Хорошо играешь, два раза большое спасибо. Либо кланяться в ноги каждому, что не бросил команду, что играет без особых шансов на деньги и прочее, прочее. Ну и как в этой ситуации с них что-то спрашивать всерьез? Если каждому нужно поклониться, спасибо, что играешь, что не уехал ни в Сенегал, ни в Аргентину, ни в Бразилию. Ну, собственно, уже одна из диаспор нас сбросила полностью. Да, Аргентина сдалась первой. Да. Собственно, вы говорили о сборной Украины, не понравился вам, да? А вам понравился? Нет, конечно, результат. Результат классный в двух матчах. Результат бы плохой в первом матче. Но игра было одинаково всех трех. Ну и пенальти забивать надо. И все-таки моментов должно быть больше. Но это же Македония. Ну, что у нас все время проблемы? То с Македонией, то были из Черногории, то в Молдавии очки не добрали. А потом их как не хватило в последних матчах, понимаете? Вот этих очков, потерянных из Черногории и в Молдовии. То с нашими кавказскими друзьями проблемы были в предыдущих циклах. Но все время где-то там теряем, где терять нельзя. Слава богу, не потеряли, это хорошо. Но надо же игру. Играли с маленьким огрызком Югославии. Ну, не так должна Украина выигрывать у Македонии. Хорошо, как должна? В чем была главная проблема, как вам кажется, в сборной Украины? Фоменко. Заодно и металлист бы его. Вот Фоменко в металлист. Металлист при Фоменко хорошо играл. Фоменко металлист умел тренировать. Вот уровень Фоменко сегодня. Это как раз металлист. Команда ему знакомая, перебои с финансированием знакомы. Он умеет из команды уровня фельдмановского металлиста выжимать все, на что эта команда способна, и даже чуть больше. Понимаете? К сборной нужен другой подход. Со сборной тогда более-менее получилось. Ну и то, многие его обвиняют, что с Англией не так надо было играть. В решающем матче, что слишком труслива была тактика. Ну, не мое дело подсказать Фоменко, потому что будет другая тактика, которые могли бы и разгромно проиграть Англии. Но дело в том, что, ну, как бы, мне кажется, сообщество едино в том, что команда уже, ну, пережила уровень Фоменко. А вот металлист, он бы сейчас бы, вот, в самый бы раз бы и подошел бы. Вот как раз этого металлиста, вот как раз этот Фоменко. А на сборную все-таки, только не блохина, ради бога. Вот, ну, что-нибудь поискать. Хорошо, не блохина. Так кого вы же опять говорите, из-за ситуации в стране сюда не поедет ни один уважающий себя специалист. Все-таки одно дело восточная Украина, Харьков, где шеф находится в розыске. И другое дело все-таки Украина, когда мы говорим о сборной, о Киеве. То есть там все-таки шансов больше найти что-нибудь более-менее приличное. Игорь Михайлович Суркис перед стартом этого чемпионата тоже говорил, что мы оставляем Реброва, да, мы в него верим, но вы же понимаете, что не поедет. Вот, Киев, столица Украины, стабильный клуб с финансированием. А как тогда со сборной быть? Ну, если не Фоменко, то это не значит, что больше никто, в конце концов. Вот мы говорим, если не Рахаев, то вот и нашли, что все-таки вот Фоменко. Ну, значит, это должен быть не топ-тренер, тем более, что на примере России мы видим, что со славянской ментальностью плохо даже топ-тренера справляются. Вот, ну, какого-нибудь там безработного, не очень топового итальянца или немца, ну, который знает, как играть в футбол, но желательно из того клуба, у которого, ну, как бы стратегии и тактик в какой-то степени напоминают металлист. Но, опять же, для этого нужны деньги, а для денег нужен спонсор. Будет спонсор, будут и деньги. Здесь все упирается все-таки в первое лицо. Мне кажется, сборной этот вопрос решить проще, потому что там как бы в складчину собираются, и так или иначе на тренера сборной деньги есть. У металлиста с этим проблемы гораздо хуже, гораздо хуже. На сборной идти проще. Вам кто-то понравился из игроков сборной Украины? Вот впечатлился? Ну, возможно, не впечатлил, но, по крайней мере, понравился своей игрой. Ну, я не буду подсказать, хорошо? Пятая Коноплянка. Пятая Коноплянка все-таки. Ну, все-таки вот это те, чье место в сборной, ну, как бы достаточно однозначно. Но вот был Зазули и нет Зазули. То есть, вот как бы вот нельзя о ком-то говорить, что вот он forever, понимаете? То есть, вот типа Зазуля forever. Ну, вот сегодняшний уровень нравится, хотя и у того, и у другого бывают проколы и спады. Ну, как бы имеем, что имеем, имеем, что имеем. Понимаете, вот есть некое сочетание футболиста и тренера. Тут тоже очень много зависит будет от тренера. Вот был Маркевич, и при нем Девич был Девич. Девич без Маркевича ни в Шахтере, ни сейчас не Девич. Где Девич? Ищем Девич? Нет Девича. Вот с Маркевичем был Девич. Вот может быть, как бы и у каждого тренера. Вот есть некие футболисты, которые под него заточены, а тренер под них. Вот пара Девич-Маркевич была удивительная в том плане, что вот Девич, кроме как у Маркевича, нигде не может. Понимаете? Вот. То есть здесь, опять же, начиная с тренера. Если говорить о металлисте, то олигарх, потом тренер, потом команда под тренера. Если говорить о сборной, ну, как бы страна в роли олигарха, значит, мы говорим только о тренере. А под тренера уже некий набор футболистов. То есть нельзя сказать, что вот эти футболисты будут годны при любом тренере. Там уже стратегия каждого тренера и что ему нужно под эту стратегию. Мы помним, как вот долго Старухин не мог попасть в сборную. Хотя шикарный футболист, гордость Донецка до сих пор. Но вот в сборной ему не находилось места, потому что вот отличалось оно. Или там вот Черенков покойный, вот трудно ему было тоже с Лобановским. Не потому что Лобановский не любил Спартака, а потому что вот он приселился в футбольной гениальности, но вот в концепцию Лобановского не вписывался. То есть так бывает. Поэтому ни о ком нельзя говорить, как, ну, о нечто самоценном, вне воли тренера. Тем более международный опыт показывает, что тоже вот некоторые футболисты, некоторые звезды с определенными тренерами не, как бы, не могут найти общий язык. То есть металлистов, сочнее, потому что еще одна ступень прибавляется. Найти сначала олигарха. Сборная легче. Там осталось найти только тренера, а под него команду. Тем более, что вот проблемы металлиста, а не в какой-то степени и в других командах премьер-лиги, они, как ни парадоксально, облегчают задачу тренера сборной. То есть больше украинцев играет, больше молодежи. Появляется поле для выбора. Вот, может быть, как бы, это поле даст результаты на тех этапах гевротурнира, когда будут очень нужны очки. И тогда вот сегодняшние шесть чудом и счастьем добытые понадобятся. Но Фоменко-то консервативен. Он как выбирал своих 20 человек, так и не остались. Он даже при всей лимфе Эдмару... Ну вот, поэтому я говорю, уровень Украины пережил уровень Фоменко. Фоменко вообще был цирк. Вы помните, полгода искали тренера, пока наконец-то не назначили тренером того, кто искал тренеров. Ну и сейчас желательно бы решить вопрос быстрее, чем за полгода, потому что именно в без тренерье были потеряны те золотые очки Черногории и Молдовы, которых потом так не хватило. Да, но там же все говорили о каких-то подводных камнях, якобы там делался вид Коньковым, что он искал серьезного специалиста. Ну, делали, пока не доделались. Делали, пока не доделались. Нельзя, чтобы имидж был на первом месте, потому что, видите, не хватило чуть-чуть-чуть. Вас спрашивают, как вы думаете, увидим ли мы... Погодите, погодите, по поводу чемпионата мира в России. Возможно ли как-то вот сейчас Украине или повлиять на то, чтобы этот чемпионат у России отобрали? Или, в принципе, деньги Газпрома решает все? Все мировое сообщество должно влиять. Не хотят помогать танками. Пусть хотя бы помогут тем, что отменят чемпионат в России. Я считаю, что нужно договариваться с другими странами. И если в России будет чемпионат, то чтобы это не стало позором для, как говорили в советское время, прогрессивного человечества, нужно организовывать серьезным странам, которые могут это сделать, и Украине в том числе, все-таки некую альтернативную ФИФА, альтернативную организацию, которая не будет проводить в странах, которые многие считают фашистскими режимами, чемпионаты мира по футболу. Понимаете, это из ряда вон выходящая ситуация. Нельзя в стране-агрессоре проводить, мало того, что Олимпийские игры, но тогда она еще не была до такой степени агрессором, так еще и чемпионат мира по футболу. Это преступление против человечества. Если ФИФА на это пойдет, то я думаю, у серьезных европейских стран, опять же, у топ-пятерки, топ-шестерки, будут возможности организовать некую альтернативную футбольную организацию или пригрозить тем, что она будет, если чемпионат будет в России. В любом случае, ехать на него нельзя, и, видимо, отбор проводить тоже не стоит. Ну, никто же никак не отреагировал на то, что Санкт-Петербургу доверили Евро 2020. Все нормально это восприняли, приняли и хорошо. Не так уже все, и не так уже нормально цыплят по осени считают. Ну, допустим, но тем не менее, большой такой реакции против тоже не было. Да, это большая ошибка футбольных функционеров. Ну, и это еще больше усиливает, но общее разочарование в футболе, с которого я начал. Мало того, что все решают деньги, так еще и деньги Газпрома перебивают обычную человеческую порядочность. Ну, и у чиновников ни ФИФА, ни УЕФА никогда особенной не было, но сейчас это уже просто открытый вызов всему миру со стороны футбольного царства. Мало того, что у футбольных организаций этот вызов был давно тем, что они не признают законы конкретных стран, что они считают, что государство не вправе вмешиваться в футбольные дела. И, в общем-то, многие вещи, происходящие с футболом, противоречат внутреннему законодательству тех стран, которые участвуют в турнирах. Получается, как бы, футбол вне законов конкретных стран. И с этим уже политики смирились. Понятно, почему смирились. Потому что, если они будут воевать со спортивными организациями, то потеряют кучу избирателей. То есть, футбол у нас вне закона в очень многих странах мира. И футбольные чиновники могут оказать честь тем, что сфотографируются с тем, кто собирается стать главой государства. Понимаете? То есть, еще непонятно, кто управляет миром. Некоторыми не очень сильными странами скорее верховолят футбольные чиновники, чем наоборот. Потому что в состоянии поспособствовать их избранию больше даже Путин. Уж нашел страна, Россия. И то, как бы, Олимпиада повысила его рейтинг. Понимаете? А у Чемпионата мира вообще подымет до небес. Не должно этого быть. Не должно этого быть. От этого только добавляется разочарование в футболе. Хочется перейти или на хоккей, где тоже бардак, или на баскетбол, где тоже ничего хорошего, или на шахматы, или на биатлон. О, биатлон лучше всего. Женский биатлон, самое классное. Просто редко. А футбол постоянно. Да, к сожалению. Спрашивают, кстати, как вы оцениваете деятельность ФФУ и премьер-лиги? Вы говорили вот о таких вот подымчениях. Да нет никакой деятельности. Нет никакой деятельности. В самый разгар предварительных игр, как раз когда нужно было быстро найти тренера, мы увидели, нет никакой деятельности. Вот. Нет деятельности. Нет. То есть ругали Суркиса, теперь оказалось, что Суркис был лучший глава ФФУ за все время. Вот дожились. Помните, как Кучма говорил, еще вспомните Украину без Кучмы. Вот так теперь вспоминаем ФФУ без Суркиса. Ругали, выругали, а оказывается, что все следующие были еще хуже. Ну какая деятельность ФФУ? Нет никакой деятельности. А календарь, когда стал известен за два дня до чемпионата, со схемой, когда разобрались, такая будет схема, как Шахтер предлагал, или такая схема, сколько команд будет разобрались за три дня до чемпионата. Ну понимаете, ну это цирк, какая это деятельность. Когда уже вот-вот приезжал, тогда начинают разбираться со схемой, с регламентом, с количеством участников, потом пошли переносы, потом пошли демонстративные непереносы. Ну ерунда какая-то. Такое впечатление, что либо им некогда заниматься футболами, они заняты чем-то другим, хотя не знаю чем, либо все, что делается, делается с перепоем. Календарь вам, календарь чемпионата, вы какой поддерживали? Тот, который предлагал Шахтер с схемами плей-офф, или вот сейчас два круга? Да нет, в конце концов, тот, который был, тот, который был принят. И тем более, что я на нашем же сайте его предлагал гораздо раньше. Более того, я еще там же писал, что лучше сделать парные матчи в кубке, вот, чем там всякие плей-офф. Так они в конце концов и сделали. Но понимаете, болельщики этим и заботились, не только я, но и болельщики, гораздо раньше, чем Коньков. И приняли это решение. Через пару месяцев с этим согласилась в ФУ. Так зачем она нужна? Давайте кого-то из болельщиков тогда туда. Так, а кого местом вы видите альтернативу сейчас опять-таки футбольному чиновнику? Ладно, Коньков был таким выдвиженцем от Шахтера, который мы все понимаем это. Кого вы сейчас? Если от Шахтера, вы понимаете, сам механизм, как вот все народные выборы, а неожиданно определенные федерации независимо от друга друга выдвинули никому неизвестного как тренера или как футбольного функционера Конькова из той стали, которая потом сама не захотела в Премьер-лигу. И все единодушно поддержали. Ну, какой-то совок. То есть это, конечно, не годится. Это, конечно, не годится. В отношении конкретных кандидатур я как бы не уполномочен называть, но думаю, что если провести опрос болельщиков на нашем же сайте и, может быть, будет возможность этим заняться, то они назовут гораздо более удачную кандидатуру, чем Коньков. Даже не хочу влиять на их выбор. Вот появлюсь на главной сайте Sport.ua и задам такой вопрос. Кого вы видите на месте Конькова? Вот. Сначала пусть дают кандидатуры, а потом среди наиболее часто называемых. Значит, сделаем опрос, куда войдут вот именно эти фигуры. То есть будет у нас народный глава ФФУ. Это можно пообещать, в отличие от народного тренера, где не все от нас зависит, а зависит от денег. Хорошо. Так все равно глава ФФУ это должен быть футбольный человек или это должен быть функционер или опять-таки олигарх, который... Это должен быть вменяемый человек. Вменяемый человек, который что-то понимает в футболе. Очень желательно, чтобы когда-то был футболистом, хотя бы в 16-й лиге, имеет представление какое-то о футболе. Но в том же лиге еще важнее, чтобы он был вменяемый. То есть он может быть не заслуженный мастер спорта, он может быть не заслуженный тренер, но чтобы все-таки какое-то отношение к своей биографии имел, может быть, даже и с судей. Ну, чтобы все-таки любил футбол, несмотря ни на что. Желательно непродажный, то есть у которого уже есть много денег. Желательно религиозный. Какой-то вы такой комплекс называете невероятный. Все-таки боялся Бога. Желательно не алкоголик. Ну, вот очень желательно. Ну, чтобы не пил. Ну, хотя бы когда команда не очень хорошо играет. Или чтобы, по крайней мере, камеры это не высвечивали. Ну, очень желательно. Чтобы быстро соображал, а не в течение пары месяцев. Это что, такие невероятные критерии? Я вам скажу, искали корректора в журнале «Бухгалтер». У нас, значит, было два критерия. Первое, найти побольше ошибок в тексте там. И второе, поменьше добавить своих. Так вот, я уже не говорю сделать лучше, но хотя бы поменьше добавлять гадостей. Все-таки уже будет хорошо. Но сегодняшний никак не тянет. Ни Коньков, ни Фоменко. Должны быть перемены. Но во всем обществе перемены, а там вот как заржавело, так и ржавеет дальше. Как вы думаете, вот высказывания господина Дидишина последние, они могут сейчас повлиять на то, что какой-то там механизм заработает, начнутся выяснения, что же все-таки происходит внутри ФФУ и как все-таки эта вся схема работает? Ну, механизм чуть было не заработал, когда зашли в дом ФФУ. Ну, слишком быстро вышли. Видимо, не это является одной из основных проблем в стране. Хотелось бы все это как-то решить без этого. Очень надеюсь, что вот когда будет в стране обновленная власть, что она и с футболом что-то решит. Вот. Ну, как бы будет, ну, министр спорта, видимо, новый или этот станет более решительным и как бы мы увидим, что в стране таки есть министр, который помогает футболу, а не самоустраняется. Вот. И тогда можно все-таки надеяться на какие-то перемены в футболе, которые произойдут цивилизованно. Если они не произойдут цивилизованно, то они произойдут не цивилизованно. Это хуже. Я за цивилизованное решение. Потому что, ну, вы же видите, политическая активность идет от болельщиков в значительной степени. И когда обратаются, там, скажем, болельщики, металлисты, и Динамо, Днепра, даже шахтеры, все вместе, понимаете, то этой массе болельщиков заменить главу ФФУ не составит большого труда. Но хотелось бы не до этого доводить, а все-таки, чтобы вот тот, кто победит на голосовании на сайте Спортюэй, вот, чтобы его калинатура как-то продвигалась, вот, как-то продвигалась, и все-таки, чтобы этот человек, как бы, облеченный доверием болельщиков, мог каким-то образом влиять. желательно, конечно, то ли из бывших футболистов, то ли из тренеров, то ли из судей, но чтобы имел какое-то отношение к футболу, вот, и чтобы любил футбол, был непродажным, религиозным, то есть то, что я назвал. Все сразу не бывает, но хотя бы, чтобы не вредил и не пил уже. Так, все-таки, вы согласны с этим мнением Дидишна, что футбольная федерация, есть такой синдикат, на который каким-то образом влияет шахтер финансовым, не финансовым, подсказками, угрозами. Все на всех влияют. И в результате у нас, да. Все на всех влияют. Но надеюсь, что сейчас, с учетом тех перемен, которые происходят в стране, шахтер влияет уже меньше, потому что сейчас есть силы, способные повлиять на сам шахтер. Кроме того, мы же помним судейство в последнем матче шахтера с Динамо, а раньше так не судили. Я не говорю, что судейство было неправильным, судейство как раз было правильным. Но мы помним обиженного Луческу, который от ужаса того, что шахтер судили справедливо, как раньше, даже перешел на русский язык, но все равно, что он сказал, было не очень понятно. Но как бы расшифровали в конечном итоге сказанное Луческу, что у него есть претензии к судьям. А вся претензия к судьям может быть только в том, что раньше судили с шахтером совершенно иначе. Да и сейчас еще не идеально. Там в матче с Динамо еще можно было двоих удалять. Но даже то, что произошло, уже и это ему не нравится. То есть мы видим, некий сдвиг есть. То есть возможности шахтера уже не столь безграничны. В конце концов, уже непонятно, то ли шахтер Донецк, то ли шахтер Львов. Ну и как бы сейчас не нужно как бы пенять на то, что это все козни шахтера. Это скорее нерешительность тех, кто мог бы в этот момент проявить и решительность. Включая футбольное реальное объединение. Ну вот Харькова Федерация, но до сих пор его возглавляет Добкин с Кернесом. Ну что такое? Ну как это может быть? Ну какой может быть металлист? Какие могут быть инвестиции в футбол? Новый тренер, если во главе Федерации Харьковско-областной Добкин и Кернес. Ну куда дальше? Ну если это никому не нужно, ну чего от них ждать? То есть здесь футбольная общественность должна подсуетиться. Говорят, не мешать футболу с политикой. Я и не мешаю. А что Кернес и Добкин, они что, футболисты? Что они понимают в футболе? Понимаете? Ну тут нужно как-то самоорганизовываться на местном уровне, а не ждать, что Киев не спошлет. Нужно подсуетиться, в том числе и в самом Харькове. Пока Добкин и Кернес управляют местным футболом, ни Ярославский не вернется, ни другой нормальный тренер не придет, не видно перемен. Понимаете? А вот если станет руководителем местной федерации вменяемый человек, ну вот хотя бы вот тот, кто был, он сейчас ректор коммунального университета в Харькове, ну или кто-то другой, то, по крайней мере, это будет знак, что Щенев Мерла Харьковщина. Пока этого знака нет. Пока этого знака нет. В украинском футболе вот так вот визуально, как вам кажется, вы говорили о том, что очень много договорных матчей, что тот, который доказала Ларсанна, как раз он был честный. Да, как на слово. Какие вы видите сейчас договорные матчи, при том, что вы говорите, что судейство улучшилось, что какие-то сдвиги есть, тем не менее, вы, ну так, для себя замечаете, что что-то где-то... Договорные, ну, в прошлом сезоне там были определенные, и в позапрошлом, особенно, как бы, намеки на то, что эти матчи не столько договорные, сколько, что вот не всем командам они были нужны, и поэтому, может быть, даже и бесплатно от души чистой сливали, потому что не хотели. Или там бывает тренера плавят, то есть, чтобы матч был нечестным, не обязательно получать за это деньги. То есть, можно и от души сливать. Вот, как они говорят, там, представителю Кавказа купил диплом. Он говорит, почему купил? Подарили. Понимаете? Вот такое и в футболе иногда бывает, вот когда, почему купил, подарили. Вот. В этом сезоне грешить не буду. Понимаете? Настолько у всех сложное финансовое положение, что им не докупли продажи. Вот. В этом смысле, может быть, можно говорить о сдвиге, но не благодаря Конькову, не благодаря ФФУ, а благодаря тому, что нет денег, но опять же, вот у них даже пуль нет, чтобы расстрелять. Так вот здесь, здесь. У них даже денег нет, чтобы кого-то купить. Уже Коломойский, еще когда Днепр был на первом месте, так это говорил, ну, не вовремя мы начали этот чемпионат. Понимаете, когда шеф и спонсор команды-лидера говорит, ну, не вовремя мы это дело начали, а Днепр уже был на первом, ну, как бы, ну, не все в порядке, как бы, в датском королевстве, когда шеф команды, идущий первый, говорит, не вовремя мы начали этот чемпионат. Все уже очень, как бы, взаимосвязано. Поэтому здесь, конечно, деньги в первую очередь идут на войну, и ему, понятное дело, не хочется отщипывать еще и на футбол в военное время. Ну, потому что деньги Коломойского в основном задействованы там, если не на развитие бизнеса, то у него святое, то, по крайней мере, на помощь армии и прочее, прочее. А тут еще и Днепр просит. А поскольку у него пул и не только Днепр, то еще и остальные. Так что с этой точки зрения тоже не своевременно. Но когда им еще заниматься покупкой игр? Хорошо, но... В военное время игры не покупают. Не знаю, хорошо это или плохо. Видимо, что не покупают хорошо, а что время военное плохо. Да, время военное плохо, но тем не менее, вы говорите, вот этот Коломойский сказал не вовремя, но если бы мы его не начали вообще, все, это было бы просто огромный шаг назад для украинского футбола. Ну не знаю, вот в Германии играли, всю Вторую мировую вину в Германии были чемпионаты. В СССР не было чемпионатов. В 41-м прекратили, в 42-м, в 43-м, в 44-м не было. Не помню, в 45-м, там кажется, кубок разыграли. Возможно, кубок и раньше был. А как бы чемпионатов не было. Не знаю. Не знаю. Вот видите, и болельщиков меньше. Как бы, ну все-таки, когда есть риск того, что на стадионах будет бойня, слава богу, пока не было, то все-таки жизни дороже. Ну, в другой взгляд, мы помним, вот то, что произошло в Одессе, когда более 40 человек сожгли, все-таки имело и некое футбольное начало. Но в тот момент, видимо, многие подумали, а стоило ли начинать чемпионат. Ну, там понятно, что те силы, которые спровоцировали это, не были связаны с футболом. Но вот футбольное шествие, как бы, это дело подогрело. Ну, вот не уверены, что нужно было начинать этот чемпионат. Ну, может быть, и нужно, как бы, когда хоть, что было, хотя бы какая-то отдушина, если нет хлеба, то чтобы хотя бы зрелища были. Но, по крайней мере, вот то, что на этот чемпионат выбрасываются в военное время, во время кризиса, миллионы на иностранных футболистов, вот это точно неправильно. Кого вы видите, кто из украинских, или какая из украинских команд должна покинуть украинскую премьер-лигу в этом сезоне? Вот многие говорят, Ильичовец, по крайней мере, там половина их состава ушло. Сейчас они играют ни шалка, ни валка. В общем, это та именно команда, которая, наверное, Нет, просто Ильичовец, это само собой. Ну, вы же знаете мой подход, я считаю, что и 14 многовато. 8 было бы интересно, там, то ли 4х7, 28, 4 круга. А где тогда с поменкой набирать игроков? А тогда бы повысился бы уровень первой лиги, понимаете? Тогда бы повысился бы уровень первой лиги. И так сейчас в премьер-лиге, ну, уж очень разноклассные команды. Понимаете, когда уже и металлист не тянет, и еле-еле, ему так это особо ничего не надо. Вот было бы 8, он бы все-таки бы играл бы, чтобы не вылететь. Понимаете? Металлист бы играл, чтобы не вылететь. А с другой стороны, первая лига, встречаясь с равными себе, а не играя с шахтерами Динамо, где все выстраиваются в автобус, потом случайно вылазят, забивают гол, а дальше уже в автобус наглухо. Понимаете? Это не футбол. Это не футбол. ТО-14 это много. Ну даже десятую, ну смешно сравнивать с кем-то из них. Понимаете, вот когда мы заходим на Трансфер-маркет и видим, насколько вот первая команда опережает остальных, становится непонятно. Ну что они там делают в одном регионе, в одной лиге? В Испании, правда, тоже похоже, но там общий уровень выше. Там общий уровень выше. А у нас, когда в одной лиге и Шахтер, и его Шахтер 2, или Шахтер 3, или Шахтер 5, или Ячовец, понимаете? Ну это просто смешно. Это просто смешно. Все-таки в 8 так был бы как бы класс играющих повыше, но с другой стороны да бы и в первой лиге играли бы с равными себе и из них можно было бы тоже выбирать. Понимаете, не стоит считать, что вот лучше всех играют как бы те сборные, где в национальном чемпионате 24 команды. Совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Нас обыгрывали уже и те сборные, у которых в чемпионате 8 команд. То есть не это важно. Но слушайте, ну сейчас же это... Важно, чтобы игра была, а чтобы не встречались соперники абсолютно разного уровня и чтобы это был футбол, а не автобус. Но это сейчас вот УЕФА тоже идет по такому пути. Вот даже уже в следующем чемпионате Европы 2016 года, да, будет... Мы уже понимаем, что будут команды абсолютно разного уровня, что если по 3 команды из группы выходят, значит это не будет вот такое, когда... на первом этапе для того, что можно было сказать, что это для всех. Все равно, когда пойдут как бы смотрибельные матчи весенней части, там будет кто надо. А пока, ну, знаете, вот этот принцип швейцарской системы, когда... ну, совсем разноклассный в одном турнире, но швейцарская система, почему-то ее в футболе не применяют, я сторонник применения в футболе швейцарской системы, где вместо цвета черно-белой играло бы роль поле, значит, хозяева гостей, то тогда и команд много, и все-таки только первые два тура играют с чужими по уровню, с разными по классу, а потом все-таки швейцарская система вынуждает играть с себе подобными. Вот может быть в условиях сегодняшней Украины, как бы перевод на футбол и на швейцарскую систему, позволит бы и большее число команд охватить, ну и все-таки, чтобы было поменьше матчей, типа, Ильичовец-Динамо там, понимаете, вот, чтобы все-таки играли с себе подобными, если стоит обязательная задача такого мирового охвата для понтов. Лига чемпионов, вы говорили о том, что все-таки мы видим, что это в конце концов превращается в чемпионат Исмании, Германии, открытие чемпионат, да, или Англии. Так, а в чем же тут же опять-таки уровень команд? А если действительно Барселона, Реал, там, Бавария по своему финансовому, по своему уровню игроков? Я же не против, я не против. Но посмотрите, вот с 2000 года, вот после того, как в 99-м, Динамо было в полуфинале. Вот после этого только одно исключение из правила в одной восьмой, то есть в одной четвертой из восьми команд. Вот именно одна не представляет Германию, Испанию, Италию, Англию, Францию. Ровно одна. Такое впечатление, что для нее специально зарезервировано место. Один раз было исключение. Все остальные сезоны вот ровно одна. Вот такое впечатление, что кто-то специально резервирует, тем более. Мы же с вами видели джеребьевку Лиги чемпионов. Видели, как это происходит, что репетиция в точности повторила то, что потом было на самом деле, или то, что на самом деле в точности повторила репетицию. То есть, разве ли так удачно провели репетицию? То есть, вы все-таки верите, что шарики там были нагреты? Я не знаю, то ли через нагретые шарики, то ли через что-то. Но когда репетиция один к одному совпадает с конечным результатом, это навевает на некоторые мысли. Когда вот ровно одна команда не из топ-стран, и с года в год с единственным исключением, это навевает. А она вас не навевает? Меня-то не навевает. Навевает, но в то же время мы все понимаем, что матч, допустим, Арсенал-Баруси, он будет намного интереснее, если бы это встречались тот же Людогорец. Я же не против, я же не против. Ну, так и играли бы между собой, а нам бы в какую-нибудь вот в лигу для таких полудефективных, Лига Европы для нас в самый раз при сегодняшнем уровне. Вот. И нормально. Просто, что матчей там маловато, можно было бы как-то сделать, чтобы их было все-таки больше. Ну, на уровень Лиги Чемпионов вы видите, там даже топ-клубом дорогими, то трудно тягаться. Днепр понюхал Лигу Чемпионов, не знаю, что там нанюхался, но нет. То есть, Лига Чемпионов даже для грантов сложно. А в Лиге Европы можно было бы, если бы там этот турнир как-то вот развить, чтобы было побольше команд в группах, ну, чтобы как бы могли равные друг другу еще поиграться. Вот. Ну, как бы Лига для таких. Ну, для стран, которые не входят в топ-пятерку. Для чисто финансово не столь богатых стран. Шахтеров. В нем, знаете, кто входил? В нем входили вот скандинавские команды, бывшие страны, члены СЭФ, там всякие, Греция, Турция, вот такое входило. Что Шахтер? Вы какой путь в Лиге Чемпионов прогнозируете в этом сезоне? Как вам кажется? Да. Ну, из Шахтеров, вот, украинская, только небольшая часть Шахтера и болельщики. Вот. Само вот Шахтер, Луческу, то, что вот оно Донецк, а Донецк, непонятно, то ли в Украине, то ли в каких-то бандитских республиках. Понимаете, ну, мягко говоря, нет такого вот однозначного отношения к Шахтеру, как к украинской команде, когда там в скобках написано Донецк, а в Донецке хозяйничает неукраинская власть. Понимаете, имели сменить официально прописку, или очень сложно это считать полноценной украинской командой. То есть у меня, как у украинского болельщика, Шахтер не вызывает, вот, как и заря неких эмоций, как если бы это была действительно украинская команда. Вот. Потому что пока есть ДНР и ЛНР, пока это оккупированная зона, самоучастие в чемпионате Украины команд, представляющих оккупированную зону, ну, что-то это не не совсем. Ну, как получится, так и получится. Безразлично, что там у них выйдет. Пускай вообще не играют, да? Если они из Донецка и Луганска, пускай вообще не играют. Нет же вынужденная мера, что они сейчас живут в Киеве или там в Запорожье. Ну, пусть играют, что-то что. Просто у меня к ним эмоций нет никаких особых. Неужто даже к Луганску не появилось никаких эмоций, я имею ввиду, к Заре, после того, как они довольно неплохо сыграли? Понимаете, футболисты играли классно, но здесь та же проблема, как вот я говорил о Курченко и о Металлисте. Если я от родного клуба в какой-то степени отрекаюсь только потому, что его хозяин изменник в розыске, финансовый бандит, то как я могу в этой ситуации защищать чужие клубы из Донецка и из Луганска? Там я понимаю, там это тоже трагедия, вот как я говорю, сердце все равно за металлист болеет, понимаете? Хотя умом понимаю, что это команда олигарха и врага Украины. Видимо, такая же проблема и у болельщиков Шахтера, мы будем только почувствовать, у нас общая беда. Но если Донецк и Луганск не станут в ближайшее время украинскими городами, то Шахтер и Заря должны приложить усилия, чтобы стать украинскими командами. Заря уже прикладывает, по крайней мере, по составу, мы видим, что это украинский. Это очень позитивно. Я не уверен, что пока Луганск находится в составе ЛНР и еще неизвестно, как там договорятся с Путиным, насколько эта ситуация будет законсервирована, что Заре нужно иметь обязательно в скобках Луганск. Может быть, будет вот как такое решение Шахтер Украина в скобках Луганск в скобках Украина. Понимаете? Ну вот, меня бы это успокоило, понимаете? Шахтер Украина, Луганск, Украина. Пусть так. Неужели это наоборот не признание того, что мы понимаем, что Луганск и Донецк это все равно Украина? В любом случае, мы принимаем их в... Посмотрим, о чем там сейчас договорятся Путин и Порошенко. Посмотрим, какие там будут договора, насколько будет законсервировано это состояние. Понимаете, мы здесь волей-неволей переходим в область политики. Я считаю, что здесь все были виноваты в том, что разошли этот конфликт, в том числе и само коренное население Донбасса, которое слишком много говорило нас не слышно, нас не слышно. Конечно, это поджигали все это с разных сторон. Вот. Но сами Донецк и Луганск и то, как там себя вели люди, не вызывают положительных эмоций к этим городам. Не вызывают. У людей, если говорить о большинстве, не было проукраинского настроения, которое было показано, скажем, в Харькове или даже в Одессе. Вот. Когда говорили Юго-Восток, Украина, мы увидели, нет никакого Юго-Востока. Есть единая, цельная, неделимая соборно-унитарная. И кусочек Донбасса там со всем другими настроениями. Так вот, пока в скобках у шахтера Донецка не Украина, а Донецк ведет себя так, как он себя ведет, и у Зари, пока в скобках Луганск, а Луганск ведет себя так, как он ведет, ну, не вызывают у меня Шахтер Украина, Луганск Украина, тем более, что по сути оно сейчас так и есть. Вернемся к футболу. Спрашивают вас, как вы относитесь к тому, что UEFA и FIFA пока не хотят вводить таким образом видеоповторы во время матча. Насколько это было бы правильно, насколько это было бы логично, прерывать матч? Ну, конечно, это было бы справедливо. Конечно, это было бы справедливо. И больше того, вот на примере хоккея мы видим, что ничего страшного не происходит, когда непонятно, там, это же и на чемпионатах мира было, и на решающих матчах, когда вот было непонятно, был гол или нет. Ну, и как бы на сайте написано «Судьи отправились смотреть кино». Потом судья показал, значит, что гол засчитан. Ну, как бы по-своему прикольно, и это не очень сбивает зрелищность матча. В это время там болельщики обсуждают и прочее, прочее, то есть им не скучно. Точка зрения чиновников, что тогда футбол будет чересчур справедлив, вот, и утратит часть интереса. Ну, понимаете, чтобы футбол оставался интересом делать его заведомо несправедливым, ну, это можно вне коррупционное время, а когда все погрязло в коррупции, то это выглядит просто как обычное потакание коррупции, что это сделано не для того, чтобы футбол был динамичный, значит, чтобы не отвлекались на повторы, не для того, значит, чтобы, ну, как бы, чтобы было интереснее смотреть, пусть даже ошибаются, но тем футбол интереснее, в том числе ошибками, нет, пока это выглядит просто как потакание коррупции, и в сочетании с тем, как назначали чемпионаты в Катаре и в России, все наталкивает на эти же мысли, думаю, вас тоже. Так, у нас таки по поводу видеоповторов, говорят же не о том, что, ну, смотрите, допустим, коррупция, коррупция, потакание коррупции в частичном виде. Допустим, матч Украины-Беларуси, без того, не быстрый, без того, в центре поля, а если бы еще разбирали каждый момент, мы бы вообще смотрели... Скажу и другое, такой матч уже не испортишь, такой матч, как Украина-Беларусь, уже и не испортишь, тем, что там будут прерваться, наоборот, хоть веселее будет, хоть что-то запомнится с этого матча, понимаете? Ну, за исключением того, что там последняя минута была. А вот матч Украина-Англия был нормальный матч, вот, и повторчик там бы очень бы не помешал, знаете, о каком я говорю? Да, да, тот самый, тот самый я имею в виду. Ну, там бы как раз послахать электронную систему взять и вас, вот, 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 ну, по крайней мере, там бы и повтор бы тоже спас. То есть, я скорее за повторы, чем против, а все отговорки, ну, говорят только о том, что Блаттер такой же дряхлый чиновник, как, допустим, те персоны из украинского футбола, которых мы уже называли. Ну, повтор бы показал, что Милевский был в ассайде, и было бы все равно не засчитали, наверное. Ну, 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 нельзя вот через, через конкретные эпизоды говорить, а вот там бы нам повезло, вот там бы нам бы не повезло. мы просто начинаем. Вот, понимаете, когда в третьем тысячелетии нет повторов, ну, ненормально, мы живем в третьем тысячелетии, а вот здесь вот нам хочется вручную, чтобы было веселее. Неужели футбол уже настолько чахнет, и погряз в коррупции, что нам для большей веселости нужно отменить все... Ну, давайте вот еще по телевизору не показывать вообще. Тогда обсуждать не будут. Будут объявлять там, состоялся пленум Федерации футбола зафиксированные следующие результаты матчей. Хорошо я вам придумал. Отлично. Замечательно, и все, и средства не надо тратить, вообще чудесно. Состоялся пленум Федерации, и все там. Потолковали, решили, расписали, ради бога. А вы, судя... Во многом оно так и делается, кстати, по сути, в какой-то степени. Да, может быть. Судя по матчам, вот, плей-офф Евро-15 молодежки украинской, у нашей сборной есть? Будущее. Вы посмотрели эти матчи в Черкарске, когда Украина 3-0 проиграла? Ой, ну, что вы такого гада спрашиваете? Ну, хоть бы что-то хорошее спросили, приятное, понимаешь, что-то... Ну, ну, как, кому это понравится? Ну, никому это не понравится, а будущее есть все равно. Ну, значит, не очень удачный тренер, не очень удачный подбор, а подбор кадров. Будущее есть. Менять надо тренера и отношение к футболу. Я думаю, что уже через год результаты будут совсем другими. Что-то вот временное обеднение футбола окажет пользу украинскому футболу. Вот в этом вижу, ну, если не свет в конце тоннеля, то хотя бы такое слабое мерцание. Слабое мерцание. Вот. Ну, конечно, с немцами это было жестоко. То есть, угасает это слабое мерцание. Но так, когда подумаю, все-таки же выходят молодые, выходят украинские, вот, то как бы мерцание восстанавливается. Некое. Слабое, но восстанавливается. Но опять же, биатлон приятнее. Ну, если бы тоже финансировался на уровне. О, тут, вы понимаете, вот и без финансирования олимпийские чемпионы, да. О, хотя бы, да. Тут и без финансирования олимпийские чемпионы, понимаете. Вот. Ну, вот как тут меня больше на биатлон тянет. Понимаете, был праздник жизни, Олимпиада, последние дни, Россией воюем, против российской четверки, наша. Ой, расцеловал бы каждую. Понимаете. А вот после футбола, ну, они только сами там целуются, так, чтобы у болельщиков какие-то эмоции. И вот это вот счастье, три очка, у кого, с кем, как. Ну, понимаете, после таких побед надо уходить понурив голову. Ну, понимаете, вот есть победы, есть победы. Опять же, нехороший анекдот про милиционера. Вот, играет собакой, ну, давай так, не милиционер, полицейский, играет собакой. Какой еще? Та, она дурная, я у него выиграю 3-2. Понимаете? Ну, не так надо обыгрывать в Македонию, как полицейский собаку. Извините, ради бога, наболела. Ну, да, невозможно с вами сидеть. Ну, когда еще после этого радуются, там, куда там, это, победа. Ну, ну, что, у Бразилии выиграли? Нет, ну, не у Бразилии, но уж лучше выиграть, чем, как вы говорили. Да, 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 лучше выиграть, потом эти очки понадобятся, да, да, лучше выиграть, но хочется же видеть команду какую-то, иначе же лучше выиграть, ну, мы же не статистики профессиональные, хочется же какой-то кайф от игры, если футбол всегда такой будет, как был с Белоруссией, и победы все будут, как вот были с Белоруссией, или вот как с этой Македонии, если вот такого уровня победы, ну, так просто расхачивается смотреть футбол, расхачевывается, как сказать по-русски, не хочется смотреть такой футбол, понимаете, отбивает вот желание болеть за этот вид спорта. Мало того, что там олигархи у власти, которых в тюрьму надо сижать, а не деньги их пользовать на футбол, да так оно еще и вот такая игра, ну, что ли там не то, прогнило что-то в датском королевстве, у вас и Бадревианского лучше перевод этой фразы, но не буду, он не вполне цензурный. Ну, собственно, мы с надеждой на то, что все станет намного лучше, и в конце концов, будет мир, и будут те люди, которые будут вкладывать. Будет, будет, я очень надеюсь уже на следующий чемпионат, да. Ну, собственно, вопросы задала вам, все те, которые здесь есть, возможно, у вас еще что-то накопилось, и хочется сказать еще, обратиться к футбольным болельщикам, дабы, не знаю, возможно, пришли поддерживать, и все-таки болели за какое мне есть футбол. Ну, прежде всего, не футбол объединен, но даже и здесь образуется. Верим лучше, все у нас получится, будет еще лучше, хотя уже лучше некуда. Прорвемся, слава Украине. Первое слава. Субтитры создавал DimaTorzok